Когда построят новый ФАП? Этот вопрос жители Покровской деревни Протасово задавали власти много лет. Прежнее сооружение было в аварийном состоянии и не работало 15 лет. В 2021 году по национальному проекту был построен новый фельдшерско-акушерский пункт. Фельдшер теперь всегда рядом. ФАП – это своего рода скорая помощь для селян. Раньше приходилось, пешком ходили и на раз, и на кого-нибудь нанимали, какой-нибудь транспорт. Но сейчас стало очень хорошо. Теперь не просто медпункт, а аптека. Здесь можно приобрести без рецептурные препараты. На данный момент у нас 23 позиции. Конечно же, местные жители довольны, потому что, соответственно, расстояние 12 километров ездить не каждый может себе позволить и не каждый день. И самое главное, наверное, что если я что-то назначаю, мы будем стремиться к тому, чтобы местные жители могли сразу это приобрести, чтобы лечение начать в самые кратчащие сроки. Очень хорошо стало, что сейчас на нашем ФАПе продаются лекарства, особенно для пожилых бабушек, которые не могут добраться до Покровского. Приходишь сюда, все, что надо, берем. Особенно у меня мама тоже старенькая. И вот я всегда прихожу и ей покупаю лекарства. В Покровском районе находятся 22 ФАПа и 3 врачебных амбулатории. На сегодняшний день торгуют лекарственными препаратами 7 модульных новых ФАПа и 2 врачебных амбулатории. Лекарственный препарат от поставщика поступает в головную медицинскую организацию, затем на ФАП, а дальше уже к покупателю. При этом мы используем программный продукт «Честный знак». Его подвид фармапросту. Возможность покупать лекарства, не выезжая за пределы своей деревни, у жителей появилась благодаря региональному проекту «ФАПТЕКА», который стартовал по инициативе губернатора Андрея Клычкова. Инициатива, которую сейчас как раз продвигает Андрей Евгеньевич Клычков по поводу того, чтобы ФАПы могли реализовывать лекарственные препараты, это большое подспорье для наших жителей. Несколько лет люди просили, чтобы вот эта возможность была на ФАПах. В свое время, когда-то, до всех сложностей с получением лицензии, это было, и люди этим пользовались. Потом это ушло. И вот инициатива, которую как раз Андрей Евгеньевич продвигает, она очень востребована людьми. Всего в Орлупском регионе работает более 430 фельдшерско-акушерских пунктов, входящих в структуру районных больниц. По планам, ФАПТЕКА должна открыться повсеместно. За последние годы многие острые проблемы отрасли удалось решить благодаря национальному проекту здравоохранения, сказал Андрей Клычков на встрече с главными врачами медицинских учреждений. Мы, стараясь изменить вектор внимания к системе здравоохранения, провели достаточно большую работу. Более 500 единиц оборудования было поставлено в медицинские организации. Нам удалось внести существенные изменения в программу модернизации первичного здравоохранения. Соголосовали буквально последнюю редакцию неделю назад с Министерством здравоохранения, что позволит нам активно включиться в выполнение задач, связанных с нашими региональными и федеральными задачами. Это и строительство объектов здравоохранения, будь то фельско-акушерские пункты, которые стали уже обычной традицией и нормой для работы в сельской территории. Кроме этого, чтобы сразу не уходить от вопросов АПОВ, считаю, что правильно мы сейчас ведем линию по открытию аптечных пунктов в фельско-акушерских пунктах. Надо по максимуму приближать услугу и возможность получения этой услуги до населения. В нашем регионе трудится более 2700 врачей и почти 7000 специалистов со средним специальным медицинским образованием. Вакансий есть их немало. Особенно нужны так называемые узкие специалисты. Глава региона отметил положительный опыт Покровской ЦРБ. За последние пять лет по программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в район приехали 19 врачей и 12 фельдшеров. Наталья Пехтеряба, Валентин Худокормов, Телеканал Первый областной.